АЛОДЫ ОНЛАЙН 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 АЛОДЫ ОНЛАДЫ 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 В общем, зона может быть грозовой, постоянно ночной. Бывает у нас в Кане, в частности, у нас зоны жизнерадостные. Атмосферный скетч передается моделерам. Они создают 3D-объекты и передают, в свою очередь, художникам, текстурчикам. Одновременно с этим происходит изготовление террейнов. То есть это те текстуры, которые в результате в игре отвечают за покраску земли. На этом этапе собирается зона. Самая основная сложная часть производства зоны – это игровая механика. То есть это написание сценария, это написание квестов, это изобретение боссов, написание их обилок. То есть расстановка всего этого, отладка, настройка. Да, художественная часть тоже важна. Но если разделить по процентам, то 70% примерно – это игровая механика. 30% – это художественное оформление зоны. Когда готово оформление и какие-то основные элементы террейна, мы подключаем команду КУА. Это очень важно, потому что впечатление от висячего камня какого-нибудь или криво поставленного дерева может испортить очень большую работу. И в дальнейшем команда КУА постоянно присутствует в работе. Основная задача тестировщика, КУА-инженера, КУА-специалиста – это выявление ошибок. То есть нахождение неправильной работы механики, неправильного расположения объектов или чего-либо такого. Я бы назвал работу КУА-специалиста полировкой зоны во всех смыслах. Мы работаем непосредственно с дизайнерами при создании зоны. Это наши друзья, это люди, с которыми строится наш рабочий процесс каждый день. Мы одна команда, и мы работаем над качеством. Мы ищем какие-то проблемные моменты, они их нам чинят. У нас есть специальный человек, который занимается поиском фидбэка от наших пользователей. И каждый игрок может таким образом, написав тикет, стать КУА-специалистом чуть-чуть. Когда вся наша команда, которая работает над зоной, не видит в ней проблем и каких-то моментов, которые могут раздражать игроков, мы считаем ее завершенной. Не так давно мы предложили посетителям форума Аллоды Онлайн задать вопросы разработчикам. Сегодня мы с радостью ответим на некоторые из них. Первый вопрос задает игрок под ником Мистериус 3. Есть ли шанс, что какая-нибудь серьезная идея из раздела «Есть идея» на форуме будет реализована в игре? Да, конечно, такой шанс есть. У нас существует специальный отдел комьюнди-менеджеров, который постоянно мониторит форум. Более того, у нас есть отдельный человек от разработчиков, который общается напрямую с активными игроками в закрытых и открытых ветках форума. Мы всегда прислушаемся к мнению игроков, и большой шанс есть, что какая-то идея будет выпущена, и такие прецеденты уже были неоднократно. Игрок сервера Владыки Астрала Инсамир спрашивает. Уважаемая Аллод Стим, вы сделали тропический атолл, как летний курорт. Почему бы вам не сделать зимний, с лыжами и все такое? Почему бы нет? Возможно, вернемся к этой идее, подумаем над летним отдыхом в Альпах с катанием на санках, лыжах, бордах, горных там прыгать. Почему бы и нет? А Егора Куликова, сервера «Наследие Джунов», интересует судьба музыки в глобальном обновлении Владыки Судеб. Будут ли новые локации сопровождаться свежей музыкой? Да, мы всегда к новым локациям стараемся писать новые свежие композиции. У нас очень талантливые работают музыканты над нашим проектом. В ведущем аддоне на всех новых локациях нами были написаны абсолютно новые музыкальные треки. Хотелось бы узнать судьбу класса «Воин». Интересуется суперсентик сервера «Раскол». Да, мы в курсе, что происходит с классом «Воин». Мы работаем над его улучшением. И в ближайшем будущем мы исправим эту ситуацию. Гаврилов Дмитрий спрашивает. С чего вы начинали? И что надо для создания игр? Какая профессия требуется? Все мы учились в абсолютно разных учебных заведениях, где нет слова «компьютерные игры». Профессия абсолютно разная, институты абсолютно разные. Единственное, что необходимо, это, естественно, талант и огромное желание, огромная любовь к своему делу, то, что ты делаешь. Далее следует вопрос от Энет Лиева. Когда уже, наконец, нам дадут возможность строить домики? Домики, да, это идея, которая постоянно будоражит умы игроков и, более того, разработчиков. То есть во многих играх есть, да, так называемый хаузинг, когда у тебя есть какая-то там избушка на курьих ножках, ты там ее обставляешь. У нас будут лично острова, где ты сможешь не только свои четыре стены украсить, а целый собственный замок построить собственным подземельем. Почти в каждом обновлении в игру добавляют новых ездовых животных, новые костюмы и окрасы, пишет Данил Бурч. Хотелось бы узнать, кому в голову приходят столь креативные идеи и кто воплощает их в игру. Перечислять всех это очень долго, давайте мы лучше их вам покажем. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Это все, что мы хотели рассказать на сегодня. Подписывайся на канал, ставь палец вверх и будь в курсе самых последних событий Вселенной Аллодов онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова